Фёдор, мой давний друг, я рада, что наконец-таки случилось тебя представить. Выходи, пожалуйста, он прекрасный, мне кажется, абсолютно космический человек. Супер земной, супер вообще ни к чему не обязывающий. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласили меня сюда. Добрый вечер всем. Очень приятно всех вас видеть. Я немного вас попытаюсь развлечь. Знаете, один раз я читал лекцию о современном искусстве перед тремястами литовскими бизнесменами. Многие из них не говорили по-русски, поэтому вот у меня богатый опыт посвящения в искусство людей далеких, а вы очень близкие, судя по всему, я не всех из вас еще пока лично знаю. И сегодня я расскажу вам немного о том, чем я занимаюсь, поскольку многие, я уверен, даже об этом и близко не догадываются. Поэтому я пытаюсь сейчас наладить связь с моей коллегой, которая должна переключать слайды. Вот этот щелчок, если она его слышит, она его, видимо, не слышит. Пум-пум-пум, это был щелчок. Так, давайте все пощелкай, может быть, тогда. Вот, итак, начну я, на самом деле, с древних времен, с самых древних времен. Поэтому следующий. Ага, вот на этой рябой картинке изображен человек, которого звали Диоген. Существовал он, на самом деле, нет, мы не знаем, но мы точно знаем, что он все время сидел в бочке. И, в принципе, больше ничего для того, чтобы сегодня нам продолжить разговор. Нам знать о нем и не нужно. Он просто сидел и сидел в своей бочке. И вот когда прошло очень много сотен лет и даже тысяч лет спустя то время, когда он существовал, мы наконец поняли, что это было. Это был… сейчас вы знаете, что. Поехали дальше. Ну, я не знаю, можно не щелкать. Я могу щелкать языком, кстати, это тоже нормально. Ну, и, на самом деле, опять же, много тысячелетий спустя после Диогена, а именно в 1976 году, я в этом году родился, прекрасный человек, французский акробат Филипп Петти, может быть, даже кто-то из вас об этом слышал, взял и абсолютно ни с кем не договариваясь, перешел от одной башни-близнеца, которых уже, как вы знаете, больше давно нет, и на их месте уже построены новые шедеры современной архитектуры, от одной башни-близнеца к другому, не пользуясь никакой страховкой, сами понимаете, на какой высоте, вот, шел он, сначала дошел от одной башни к другой, а потом вернулся, по обе стороны уже стояла полиция в ужасе, которая кричала, если ты сейчас немедленно не вернешься, сказал, шериф полиции, я пойду, вот, и, ну, он тогда вернулся, вот, но, и, конечно же, это все он делал не для книги рекордов Гиннеса, а почему вы сейчас узнаете? Наверное, вот так все-таки, да? Нет, все равно не работает. Ага, вот, ну и, наконец, я просто хотел узнать, что связывает этих троих людей между собой, и, наконец, Петр Павленский, всем известный, мы можем по-разному к нему относиться, но мы знаем только одно, что и в тюрьме, и в больнице, и в детском саду, и в каждом захолустном деревенском доме в нашей стране, когда это произошло, все об этом знали, потому что какой-то чувак сумасшедший, как считают многие, прибил себя, сами знаете, за что, сами знаете, к чему, но, может быть, не все вы знаете, что в этот день был национальный день полиции в России, и это действие кое-что означало, и, собственно говоря, вот это абсолютно гениальная, на мой взгляд, идея сделать это в этот день, в этом месте, и сделать так, что вокруг тебя будут ходить полицейские, и прессы, и никто не будет понимать, что с тобой сделать. В итоге тебя накроют белой простыней, и посреди Красной площади будет возвышаться белая простыня. И вот этот белый холм, он навсегда останется в истории искусства, потому что то, о чем мы с вами говорим, Диоген, Филипп Пети, Петр Павленский, это перформанс, это тот жанр, которым я занимаюсь как художник, и я сейчас немного вам расскажу о том, почему то, чем я занимаюсь, часто путают с другими жанрами. Собственно говоря, я хотел бы рассказать вам о том, почему я считаю, что мы продаем воздух. Перед вами на экране один из самых гениальных художников, занимающихся моим жанром, его зовут Тину Сигал. Тину Сигал был в Москве со своими несколькими проектами чуть больше года назад, то есть позапрошлым летом, и не все люди поняли, что это было такое, но все понимают, что когда, вот мой первый опыт с Тину Сигалом был буквально таким, я иду, знаете, в Тейт Модерн, если кто-то был в Лондоне и был в Тейт Модерн, а это туристическая достопримечательность, есть такой наклонный пандус, по которому ты идешь в Турбайн Холл, в турбинный зал, и вот ты идешь по нему, и я иду по нему, и вдруг вокруг меня вот такими приставными шагами бежит девушка, и вот так вот несколько раз вокруг меня пробегает и убегает, я думаю, что за фигня. Потом я иду дальше, там такой довольно долгий проход, и вдруг юноша тоже выбегает и тоже так вокруг меня пробегает, четыре раза и убегает. И когда в третий раз уже такая женщина постарше выбегает, и тоже вокруг меня такими приставными шагами, вдруг она подходит и мне на ухо шепчет, это перформанс Тина Сигала, и убегает. Вот, не, ну ты одна засмеялся и хлопаешь, все нормально, к концу будет лучше. Вот, на самом деле речь идет о том, что перформансы Тина Сигала продаются. Одна из самых крупных галерей на свете, Мэрин Гудман, которая имеет свои галереи в Нью-Йорке, Риме, Париже, Лондоне и других городах. Это крупнейший арт-дилер мира. По 50 тысяч евро за перформанс, edition of five, то есть пять копий в эдишене. Вообще искусство продается часто эдишенами, то есть можно купить себе, например, фотографию, которая выпускается тиражом пять. Первый тираж самый дорогой, и потом пятый тоже становится очень дорогим, когда уже остальные три продаются. Вот, в общем, Тина Сигал — это тот человек, который продает свои перформансы следующим образом. Если вы хотите, вы коллекционер, который настолько оснащен академическим знанием, что решает купить себе перформанс Тина Сигала, Тина Сигал приедет к вам, выберет у вас в доме место, где вы будете иметь право делать его перформанс. А, например, можно купить перформанс The Kiss, который делался в Третьяковской галерее в Москве, который заключается в том, что пара, юноша и девушка, посреди пустого пространства воспроизводят 50 самых знаменитых поцелуев в истории изобразительного искусства. От Гогена и от Караваджо и до, не знаю, Энди Уорхола. И, соответственно, вот этот перформанс можно купить. 50 тысяч евро вы заплатите Тина Сигалу, вернее, галереи. А затем Тина Сигал придет к вам и научит вас с вашей женой целоваться так, как это нужно в этих самых знаменитых живописных произведениях в истории искусства. И, возможно, вы будете делать этот перформанс, вы должны будете предупреждать Тина, когда вы его будете делать для своих гостей или для друзей, или еще при каком-то другом обстоятельстве. А вообще говоря, Тина Сигал, конечно, гений. И за две минуты это вам не объяснить. Но потом, если кто-то захочет, я отдельно расскажу. А мы идем дальше. И еще один мастер продажи воздуха под названием Маурицио Катылан, про которого, может быть, из вас кому-то известно. Это очень веселый человек. У него прекрасный Инстаграм, если кто-то еще его не фолловит, где всего одна фотография или одно видео каждый день. Это самые смешные вещи, которые можно увидеть в Инстаграме вообще. Маурицио знаменит тем, что, например, когда он получал почетного доктора в университете Болонии, то он продал свой лоб компании Huawei. И вот компания Huawei могла им написать на его лбу все, что она захотела, а он с этим лбом получал, ну там была вся итальянская пресса, вся итальянская знать, понятное дело. Вот, и лоб хорошо сработал. А потом его выбрали, ну, собственно, есть венецианская беннале, и там у всех стран есть свои павильоны. Раз в два года происходит. И вот на венецианской беннале у него был павильон Италии. И он никому не сказал, что он будет делать. И когда люди пришли на открытие павильона, они обнаружили посреди этого павильона огромный рекламный стенд. Он сдал этот стенд в аренду какой-то компании, которая разместила там на все время итальянского павильона свою рекламу. Вот. Ну и, а потом самое главное развлечение, которое он устроил, недавно, позапрошлым году, он объявил, что будет проводить, как куратор и комиссар беннале на Гавайях собрал 2 миллиона спонсорских денег. Вот. А потом собрал 200 человек, друзей и любимых журналистов и так далее. Они все уехали на Гавайи и две недели там веселились. Вот, собственно, в этом заключалась беннале. Ну, собственно говоря, многие люди в мире современного искусства умеют относиться с легкостью. Ни один спонсор, кстати говоря, не остался огорчен, потому что всех отработали. Очень хорошо. Вот. Я смотрю на Иру, потому что она знает, что такое отрабатывать. Да, не надо, не надо. Пусть клопают другие. Они пока еще не готовы, они немного сидят ошарашенные, потому что думают, что за ерунду нам рассказывают. Вот. Но поверьте мне, эта ерунда дорогого стоит в буквальном и переносном смысле. Я уже, помню, так отчетливо щелкаю. О, работает. Ну и, наконец, исландский художник. Я про него решил рассказать, потому что он был буквально в прошлом месяце в Москве. Рагнар Кьяр Тансон. Его привозило в YAC Foundation. И в Театре Маяковского был такой шестичасовой перформанс. Может, даже кто-то слышал об этом. Вот. Но на самом деле, самое интересное, что три года назад Рагнар Кьяр Тансон продал свой перформанс национальному музею Уэйлса в городе Кардифе, где происходило буквально следующее. Каждый день в этом музее есть такой органный зал. Там очень красивый старинный орган. И вот органистка приходит каждый день с двух до четырех и играет там произведение итальянской поп-звезды, которое несколько лет назад было во всех чартах европейских. на органе. И в этом заключается перформанс. За него художник Рагнар Кьяр Тансон получил 150 тысяч евро. Что он продал физически? Он продал свою подпись, на которой написано «Я, Рагнар Кьяр Тансон, поручаю музею Кардиф организовать каждый день с двух до четырех органистку, которая будет приходить и играть это произведение». Оно называется «The sky in a room» или «Небо в комнате». И там такой купол небесный очень красивый в этом помещении. Поэтому оно остроумное, это произведение. Ну и, наконец, довольно эксплицитное произведение. Это Андрея Фрейзер, американская знаменитая художница. Сейчас ее уже слегка записят. Она все равно очень хорошо выглядит, красивая, молодая и яркая. Но 15 лет назад, когда случился этот перформанс, в 2003 году, она была еще более хороша собой. И, соответственно, в какой-то момент во всех газетах, она живет в Калифорнии, прибегает в университете, было вулканное объявление, что художница Андрея Фрейзер ищет покупателя на новое произведение, которое будет заключаться в том, что она за 20 тысяч долларов продаст ночь с собой в номере отеля в городе, где она живет, коллекционеру. Это будет записано на видео, и кассета будет вручена затем обладателю этого произведения. Нашелся ценитель искусства. Было обещано не разглашать его имя, не показывать видео его лицо. Ровно в 20.00 в номере отеля оказался мужчина, и оказалась женщина. Женщиной была Андрея Фрейзер. Они слились в страсти. Это длилось пару часов. Все это было задокументировано двумя камерами, которые стояли в спальне этого отеля. Затем, когда все закончилось, она отдала кассету. Одну копию оставила себе, вторую отдала покупателю. Первая копия находится в Музее современного искусства Лос-Анджелеса в Калифорнии, а вторая находится у коллекционера, который таким образом купил себе произведение. Ну и, наконец, может быть, единственное имя, которое кроме Диогена вы слышали, возможно. Поднимите руки, кто слышал о Марине Абрамовича, пожалуйста. Ура, несколько человек слышали. Это очень хорошо. Я недавно читал лекцию в школе экономики в Лондоне и в зале, в котором я был уверен, что все знали о Марине Абрамовича. Я рассказал куда более сложных вещах к концу лекции я спрашиваю, а сколько человек, а их было 45. Например, сколько человек здесь слышали про Марину Абрамовича? Две руки поднялось. Это были будущие маркетологи и политологи, и пиарщики. Но я зарекся. Я теперь буду рассказывать об очень простых вещах. Что, собственно, я сейчас и делаю, потому что Марина Абрамовича в 2011 году, когда в Музее современного искусства Лос-Анджелеса пришел работать новый директор, очень популярный до того галерист нью-йоркский Джеффри Дайч, приехал в Лос-Анджелес, чтобы возглавить музей, который погружался в финансовую дыру. Его позвали не только, чтобы курировать прекрасные выставки, но и чтобы вытащить этот музей из кризиса, в котором он оказался. То Джеффри сказал, что он хочет позвать Марину для того, чтобы Марина придумала ужин. В музее нет такого красивого отдельного большого пространства, которое было нужно Марине для реализации ее перформанса, ее перформативного ужина. Поэтому Марина попросила построить для нее специальный тент во дворе музея, что и было сделано. И в этом тенте, когда люди туда зашли, билеты были по 10 тысяч евро. Их купили все самые знаменитые голливудские люди, все самые главные богачи, все самые главные коллекционеры. И вот когда все они оказались в пространстве, где происходил ужин, им было предложено оставить все их документы, деньги, вещи, телефоны в специальных шкафчиках. Затем на них надели белые халаты. И дальше они попали в пространство, которое очень отчетливо напоминало морг. И их посадили за длинные столы. Это не тот стол на фотографии, за который их посадили. Там сзади видны эти столы. Из каждого стола посередине стола стояли блюда, колпаки. Все это напоминало прозекторское, анатомический театр. И вот в какой-то момент из столов высунулись головы. Это были головы голодных молодых художников, которых Марина по 100 долларов наняла. Потом был большой скандал в прессе, потому что художники обвинили Марину, как она могла всего по 100 долларов. Заработали-то на самом деле, сейчас скажу, сколько. И в результате, в общем, там был и аукцион, и можно было купить работы Марины. Все это было в пользу музея. В общем, в результате в конце на сцену вышли две женщины. Марина и певица Блонди. Одна черноволосая, другая блондинка, соответственно, своему имени Блонди исполнила свой главный хит. Сами знаете, какой. А в конце вынесли два торта. Один в форме тела Марины, а другой в форме тела Блонди. Их красивые топли с юноши большими ножами, прозекторы так называемые, разделали под свисты у люлюканье публики, которая уже расслабилась, потому что выпила, и морг перестал казаться таким тревожным. Было собрано 2,5 миллиона долларов за этот вечер. Хотя билеты были всего по десятке, а гостей было всего 150. Ну, сами посчитайте, сколько каждый человек там оставил, в сущности. Это был ежегодный гал-ужин музея МОКО. Ну, а сейчас мы немножко поговорим о том, какую роль в продаже воздуха или в создании бренда, или в создании репутации играют люди, которых в англоязычном мире называют powers, или влиятельные люди. Вот, например, в Москве есть музей «Гараж». Все знают, что он есть, правда же? В нем есть директор, его зовут Антон Белов. Вот Антон Белов, когда он только стал директором «Гаража», у него сразу стали все это понимать, возник любимый художник. Звали его и зовут по-прежнему Евгений Антуфьев. Сегодня это один из самых знаменитых молодых художников в мире русских, работа которых есть в коллекции крупнейших музеев. Это очень большой показатель, очень малого количества художников русских есть хоть какая-то международная карьера. Вот Антон Белов сказал, что Евгений Антуфьев — это классный, крутой художник. И все покатилось. Ну вот это работы. Такие деревянные бабы и идолы, которых делает Антуфьев, или такие прекрасные бабочки, напоминающие кому-то, каким-то знаком Дэмина Херста. Поедем дальше. Есть еще один важный человек в арт-мире московском. Его зовут Николай Палащенко. Многие его знают как Спайдера. Он также руководит специальной школой, в которой учат на разные профессии в области искусства и арт-бизнеса. Он также был одним из, ну не директора, а основатель Центра современного искусства «Винзавод», о котором вы все знаете. В общем, Николай в какой-то момент очень сильно поверил художника под названием Миша Мост, который знаменит тем, что единственный из всех художников везде всегда ходит в костюме. Я сегодня в костюме, потому что мне Ира велела. А так-то я вообще бы... Ну голым бы я не пришел, но в шортах, скорее всего. И, короче говоря, Миша Мост аккуратным образом, довольно быстро стал одним из самых известных русских стрит-артистов на свете. И, например, его «Оперу и топору» принадлежит прекрасное произведение, которое называется «Будущее прошлого». Это самое большое в мире, самое большое в мире стрит-арт-мюрал, который находится на фасаде Выксинского металлургического завода, принадлежащего ОМК, объединенной металлургической компании. Еще одна пара таких арт-пауэрс и художника, это пара одной из самых, наверное, сейчас важных женщин не только в московском или российском арт-мире, но и в европейском. Это итальянка, которая умудрилась убедить Леонида Михельсона, что современное искусство — это прекрасно. И сейчас Леонид Михельсон, потративший очень много денег на собирание своей коллекции, в следующем году в Москве откроется один из самых амбициозных в мире проектов. Это новый музей, в который вы все тут же пойдете, потому что не сможете этого не сделать. Он будет называться VAC. Изначально эта аббревиатура означает «Виктория искусства быть современным». Сейчас больше так это не называется. Виктория — это дочка Леонида Михельсона, прекрасная Вика, которая стала куратором и экспертом в области современного искусства. Все в том числе благодаря вот этой женщине. Зовут ее Тереза Мавика. Она жена человека, который делает вам визы в Италию, в Москве. И так получилось, что спустя 20 лет жизни в Москве она победила московский арт-мир, потом победила европейский арт-мир. И сейчас в ее руках очень многие нитки собраны. В том числе нитка, отвечающая за молодых художников. И дагестанская принцесса, внучка Расулу Гамзатова знаменитого высказания «Один кофе, один булочка» в буфете CDL. Один раз он так попросил. Таус Махачева не только внучка Расулу Гамзатова, но и очень серьезная, классная перформансистка, работами которой любуется весь мир и которая есть в коллекциях крупнейших музеев. И я хочу два слова сказать об одной ее работе, которая меня восхищает. Тереза сделала ее знаменитой. Вот к чему я об этом рассказываю. Перед вами произведение Таус, которое называется «19 в день». Это один из моих самых любимых ее перформансов. Представьте себе Таус, который родом из Махачкалы. И вот Таус в день, когда в Махачкале все люди женятся, потому что это всегда один день, у дагестанцев так принято, в какое-то определенное воскресенье летом все новобрачные решают официально пожениться и происходят бешеные свадьбы с плясками, с зарезанием баранов. Ну вы все про это, наверное, знаете. И вот в 2014 году в этот день Таус вернулась в родную Махачкалу. Вернее, она, конечно, родилась в Москве, но все равно она ей родная. И она зашла на 19 свадеб, притворяясь то свидетельницей, со стороны жениха, то свидетельницей со стороны невесты. При этом никого она там, конечно же, не знала, потому что в Махачкале она не живет с детства. Но на всех свадьбах ее приняли за родную, и на всех 19 свадьбах она разрезала торт. Потому что она подошла и сказала, ну я же, и они сказали, а, да, конечно, иди сюда. И дальше она взяла огромный нож, и есть, собственно, документация этой перформансы, это фотографии, на которых Таус режет торт. Этого перформанса больше купить нельзя, потому что он уже продан. Его купили пять крупнейших музеев мира. Не буду говорить за сколько. Поэтому Таус Махачева, конечно же, удивительная, остроумная, прекрасная, красивая художница, которую раскрутила Тереза Мавика. Поэтому, когда мы думаем о том, как же нам что-то продать, мы думаем о том, с кем нам просоциироваться, с кем нам затемапиться. Извините за страшные англицизмы. Но мы двигаемся дальше. Я расскажу немножко о себе. Покажу вам кусочек видео моего первого перформанса до 2009 года. Я был, кем только я не был, я вел программу для 16 и старше, вел ток-шоу на телеканале «Россия». Занимался пиаром, промоушеном. Чего только не делал. Как же плохо видно, боже мой. Ну давайте звук добавим. Это мой первый перформанс, который я сделал в 2009 году. Чуть тише. Который называется «Мой рот…» вернее, «Храм моего рта» по-русски. И это выставка, которую курировала Марина Абрамовича. Это моя первая работа. Так получилось, что я познакомился с Мариной. И через год нашего знакомства она и один из крупнейших кураторов мира Хансу Лихобрист позвали меня сделать перформанс на выставке на Манчестерском фестивале, которая была одним из главных событий в десятилетии, наверное. У нас было 10 художников. Указалось, что был пустой зал в этом своего рода пушкинском музее Манчестера. И каждый из нас мог занять этот зал. Я занял его часовней, в которой я 21 день стоял с открытым ртом. И каждый человек, надевая белый халат и моя руки в специальном советском рукомойнике, получал себе карточку, поднимался по ступеням часовни. А в часовне было там 35 полок. И на каждой полке номер. У тебя в карточке был номер. Надо было ему просоответствовать, взять то, что там было. Ну и кому-то полагалось покормить меня с сырой картошкой, кому-то почистить мне зубы, кому-то выпадало напихать мне полный рот ваты. Ой-ой-ой, нас захватили монстры. А кто-то, например, даже и мог покрасить мне зубы черной эмалью. На самом деле можно идти дальше. Это просто один из тех перформансов, с которых началась моя жизнь в этом виде искусства. Прекрасно. Следующее произведение, о котором я хотел бы вам рассказать. Собственно, оно называется EgoBox. И сделал я его. Можно просто включить видео, а потом мы его остановим, когда придет пора. Вот. Оно называется EgoBox, и оно произошло в музее Гараж, еще в старом гараже, который был на настоящем гараже архитектора Мельникова в Мариной Роще. Вот. И, соответственно, история была в том, что мне предложили занять с собой целый день в музее. Пошли! Пошли быстро! Я занял его с собой. Не уроните, не уроните! Это же сокровище! Громче сделать. Это сокровище! Несите! Несем быстро! Бежим! Бежим туда! Туда вот туда! 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 Туалет! Все за мной! Все выберут со мной! Туалет! 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 Срочно! Несем! 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 Куда несем? Я же инвалид! Куда несем? Я... Срочно! Срочно! Туалет! То есть, никто из этих людей не был подготовлен. Это случайные посетители музея. И вот вдруг такое. Заносим в туалет инвалиды! Срочно! Я же не вы... Пожалуйста! Все заходят! Срочно! Так! Ключи! Ключи! Отойдите с стороны! Полосатые рубашки отойдите! Близко! 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 Полосатые рубашки! Держи! Клечетый! Клечетый! И... Близко! Я сейчас лопну! Шшш! 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 Тихо! Тихо! Моя любимая муза Светлана Витальевна гардеробщица гаража. К сожалению, ушла на пенсию недавно. Доктор математических наук на минутку. Если получится промотать, промотаем, если нет, то остановим, потому что было страшно в прошлый раз. Я буду ртом, глазами и носом, всем, что есть у головы и даже ушами. Да, вот можно остановиться, если тут получится. Только в том самом плохом применении, в котором мы меньше всего хотели бы с этим встретиться. То есть это симпатичная голова и торчащая из ящика постепенно перестает быть таковой для людей, которые ее увидели. Сначала всем нравится, интересно, но я требую женщины, чтобы показали мне грудь, мужчины, чтобы отдали свой кошелек. Ну и постепенно они теряют к этому интерес. У меня здесь служебная обязанность. Очки надень на меня свои сейчас! Как-то в прошлый раз несли и уронили. Пошли. Три-четыре. Три-четыре. Ставим! Всегда дети участвуют. Это лучший аудитор. Дети и очень пьяные взрослые. Если бы сейчас были пьяные, то все было бы нормально. Ставим, ставим, ставим. Все, стоп! Хорошо, пойдем дальше. Есть у нас возможность поехать дальше? Класс. Yes. Ну и, наконец, я немного расскажу о том, как делаются деньги, раз я немного отвлекся. Вот, например, в какой-то момент у меня происходила большая музейная выставка в городе Сан-Пало в Музее современного искусства. И моя галерея, которая меня там представляет, галерея Баро, которая есть в Мадриде и в Сан-Пало, попросила меня в параллели с моей музейной выставкой сделать выставку в галерее, чтобы галерея и я могли заработать. И у меня совсем не было времени. И вообще времени об этом думать. И что я придумал? Я сказал, я возьму сейчас все свои фотографии, которые... Я довольно часто снимаю странные фотографии. Сейчас я вам показал самые странные, чтобы вы уж прямо совсем удивились. Вот. И можно сейчас показать видео, что получилось из выставки, которая придумалась буквально за несколько дней, за пару дней. Старые советские рамы сороковых годов, которые я коллекционирую всю жизнь, покупаю на блошиных рынках в Москве и в Ленинграде. Вот. И, соответственно, в эти рамы были обрамлены большие мои фотографии. Рамы были ценнее. Фотографии, конечно, 300-ка вся продалась очень быстро. Они были недорогие. Но для того, чтобы посмотреть на фотографии, нужно было тянуть на себя груз. Потому что я считаю, что публика в музее и в галерее должна обязательно работать, должна заслуживать искусство. Поедем дальше. Расскажу немного вам о еще одной серии перформансов, которая сегодня коммерчески наиболее у меня успешная. Это можно включить видео. Она называется «Временные памятники». Вот это временный памятник номер 7, который я сделал над винзаводом. Я очень боюсь высоты. Даже не могу с третьего этажа вниз посмотреть. Обычно меня сразу мутит. И тут я решил… Ну, вообще перформанс — это про снятие ограничений со своего тела, свое сознание. Вот. И я, в общем, нарисовал, написал на флаге «Свобода рабам» на красном флаге. Он красный, поверьте мне. Вот. И затем строительный кран, прекрасный макртыч, армянский крановщик, вздернул меня на высоту 35 метров над крышей винзавода. И напряжение 7 часов, а мои перформансы в основном длятся по 7 часов, я висел над зданием винзавода, где в этот момент происходила моя выставка. Это был 2016 год. Вот. И сначала меня просто била мелкая дрожь, потому что очень страшно. Даже смотреть вниз невозможно, ничего невозможно. Вот. А потом через какое-то время вдруг пришло абсолютное понимание здесь и сейчас, что происходит. Вот. И, ну, закончилось, началось 3 часа дня, закончилось 10 вечера. Это был перформанс в поддержку людей из Центральной Азии, которых многие мои знакомые считают людьми третьего сорта. И то, что их 3000 гробов в год отправляется обратно в Центральную Азию из России, это никого, в общем-то, не беспокоит. За неделю до этого перформанса на окраине Москвы сгорела типография, а в ней сгорели 17 киргизских женщин. Когда я запостил это на Фейсбуке, было 2,5 лайка и никаких комментариев никто не шерил. Обычно мои посты популярны бывают. Из чего я делаю вывод, что людям в целом в Москве не очень важно, что делать. Те, кто моют, убирают, пашут, хорошо очень работают, получают в ответ наше мнение такое вот, что они не до люди. Вот. Что они отнимают наш хлеб. Да, и вот эта серия, она про рабов. И неожиданным образом именно эта серия как-то стала очень коммерчески успешной. Двигаемся дальше. Почти уже заканчиваем. Нет, 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 нам нужно сейчас, странно как, нам нужно сейчас фотографии. Альфия, пойдем дальше. Еще дальше. А нету фотографий моих. Неважно, я в двух словах расскажу, собственно говоря. Там должны быть фотографии перформансов из серии «Временные памятники». Если ты пройдешь дальше, чуть-чуть вперед. Ну, хорошо. Сейчас, в общем, объясню, в чем дело. Когда перформанс очень сложно продавать. Для того, чтобы его продать, мне порой бывает нужно сделать фотографию или объект, или скульптуру. И вот в результате этой серии, серии временных памятников, каждая из которых длится по 7 часов, я сделал серию таких складней. Ну, в России все знают, что такое складень. Икону можно сложить, да. И вот это своего рода такие иконы. Который, например, первый номер из этого эдишена продался уже целиком 4 года назад. И сейчас на вторичном, на секондарь маркете, на вторичном рынке, можно купить за 25 тысяч евро эту фотографию у меня, висящего на пальме. Собственно, вы получите ее в подарок в результате сегодняшнего вечера. Компания «Энтека» позаботилась об этом. Вот. Ну, а сейчас я расскажу еще… Спасибо. Ну, а сейчас я расскажу о своем, наверное, самом известной работе. На этом закончу. Это работа, которая называется «Подкидыш». Собственно, я в какой-то момент решил, что буржуазный мир современного искусства чересчур скептически относится к перформансу. И я оказался в руках с концепцией, которую никто абсолютно не хотел мне помогать в своей реализации, потому что она была очень опасной. Концепция заключалась в том, что я заключаю свое голое тело в стеклянный ящик, прошу четверых друзей меня донести. А донести мне нужно на какое-нибудь мероприятие в области современного искусства, например, на ужин, VIP-ужин на 500 человек, который созвал Франсуа Пино, король люксовой индустрии. Сын его женат на актрисе Сальме Хайк, сам он владелец заводов газет-пароходов и двух музеев Венеции. Вот в Венецию-то я и приехал с ящиком, потому что он не коллекционирует перформанс. И я решил научить его, как это делается. И вот, собственно, можно включить это видео чуть раньше еще, если получится. Там интереснее раньше. Можете назад уйти, пожалуйста. Еще, 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 еще. Это вперед. А вот назад. Отлично. Вот, и, соответственно, мы приплыли на лодке. Меня принесли в стеклянном ящике четверо моих друзей. Они очень боялись. Это было первый раз. Я не знал, чем это кончится. От меня ничего не зависит. Я внутри ящика. Голый. Ничего не слышу, ничего не вижу. Лежу просто. Меня принесли и бросили прямо под ноги немецкой принцессы, Франсуа Пино, Сальми Хайек и Леонардо Ди Каприо. Ребята скрутили ремни и убежали. Остался оператор. Но никто не знал, что он был мой оператор. Потом вычислили и заставили его стереть все фотографии. А видео осталось, к счастью моему. Вот, собственно говоря, вот я лежу. И дальше в течение 20 минут, которые Франсуа Пино уволил своего начальника охраны и думал, что со мной делать, за это время все должны были сесть уже за стол. И из-за меня никто не садился, потому что наступил переполох. И вот так вот все, Кейт Мосс и Леонардо Ди Каприо, все наклонялись и делали селфи с этим ящиком. Не знаю, ни как меня зовут, ни что я там делаю, ни вообще зачем это. Но мне это было и нужно, потому что я спрограммировал ситуацию таким образом. Двигаемся дальше. Что следующие четыре перформанса подкидываешь уже были все более и более заметны. И мои многие знакомые директора музеев говорили мне, слушай, Федь, придешь к нам на ужин? Я говорю, приду. Я говорю, только, пожалуйста, не в стеклянном ящике. Или наоборот, можешь к нам прийти в стеклянном ящике? Нет, не могу, потому что я приду к вам в стеклянном ящике, только в случае, если вы меня не хотите в этом ящике. Итак, можно сделать звук погромче. Это заключительный пятый эпизод подкидыша в Нью-Йорке на Мэтт Галла. Я вообще не знал, что такое Мэтт Галла. Я думал, ну, какая-то музейная вечеринка. Оказалось, что это очень серьезная музейная вечеринка, оцепленная полутора тысяч полицейских со всеми селебритис. Мы приехали между Бейонсе и Рианной. И все потому, что моя Аня, которая со мной работает, она вылитая Анхетауэй. И нас пропустили, потому что подумали, что это была Анхетауэй. И только поэтому. Нам супер повезло. И вот Аня ведет процессию двух случайных людей, потому что все мои друзья сбежали, отказались, испугались, увидев столько полицейских. Меня бросили под ноги к Ане Вентур, прямо на звездной дорожке. И в течение такого никогда не было. В течение полутора минут меня накрыли скатертью, оттянули в дальний конец двора Метрополитен-музея. Что-что? Почему мы ремни не сняли? Они забыли, потому что это были не мои проинструктированные друзья, которые все испугались и сбежали. Это были случайные люди, которых я на улице попросил. Поэтому это вообще все чудо. Что это получилось, это чудо реально. И дальше в течение трех минут вокруг меня было уже 100 полицейских, бригада быстрого реагирования антитеррористическая, такая-сякая. Ящик взломали, меня оттуда вытащили. Он мне сказал, сейчас ты у меня будешь греческой статуей. Сказал главный, очень толстый шериф, который меня обернул. Вот он идет. Обернул меня в белую простыню, надел наручники. И меня, они хихикая, в общем, отвели меня в полицейскую машину. Они немного хихикали. Но это ничего не мешало, потому что у меня было 4 criminal charges. Меня посадили в машину, отвезли в полицейский участок. Там приковали к батарее, завернутому в простыню. Потом нашли как-то мою одежду, не знаю как. И, соответственно, отвезли меня в тюрьму. Central Book in Manhattan, которая называется. Где я провел 27 часов, пока коллекционер моих работ, имя которого вы все знаете, называть не буду, увидел по телевизору, по CNN сюжет о неизвестном человеке, который подкинулся в стеклянном ящике, сразу все понял. И прислал мне самого крутого криминального адвоката на свете, которая вошла в камеру, где я сидел среди 38 чернокожих людей, которые все мне разрешили называть себя Glass Box Nigga. И, соответственно, взяла на меня за руку и сказала, Baby, you're so tired. Let's go home. И такая, ты так устал, пойдем домой. И сказала она мне, вот взяла за руку и увела меня действительно домой. А на выходе она сказала, пригни сейчас лицо, потому что, и спрячь его, потому что пресса. Я говорю, какая пресса? Она говорит, увидишь. Я выхожу, там действительно, наверное, 10 или 15 человек с камерами и кричат, что я там испытал. Я закрываю, она меня ведет. То есть я вообще решил, что меня там ждет лимузин, сейчас меня отвезут в какой-нибудь пентхаус, и будет шампанское креста. Я поехал на UberPool к себе в снятую в бушвике в Бруклине комнату. Никакой вечеринки с шампанским не было. Но все равно было классно, потому что на следующий день я вот так вот. New York Times, Huffington Post, Washington Post, Bloomberg. И интервью за интервью. Я уже подумал, что я звезда. Но через три часа это кончилось, потому что когда я не перезвонил корреспонденту New York Times, она на следующий день набрала меня. Я говорю, вы мне звонили. Он говорит, вы нам уже больше не нужны. Слава была моментально. Но я решил сделать из этого скульптуру. И вот она перед вами. Эта скульптура осталась одна копия из Edition of Five. Она стоит 28 тысяч фунтов в моей лондонской галерее. Я просто вам рассказываю о том, как деньги делать из воздуха сейчас. Собственно, за этим я сюда и пришел. Добрый вечер. Спасибо. 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 Спасибо.